Значит, для примера, да, я уже вкратце пояснил, почему я считаю, что иногда коммерческое VPN использовать имеет смысл, да, ну, для простого серфинга, там, опять же, файлы какие-то большие качать, чтобы не выжирать трафик и не тратить ценный ресурс в виде своего приватного VPN. И есть один сервис, который, да, я тоже отвечаю на вопрос, который был в чате, сейчас скажу по поводу, так, Кибергоуст и Private Internet Access. Сейчас не знаю, не анализировал данные сервисы, но я могу сказать, на основании чего я данные, как правило, ну, то есть какие данные я использую для анализа и как я делал выводы о том, нормальный VPN или нет. И если интересно, вы можете сами проделать точно такой же анализ и выяснить вообще, насколько этим VPN можно доверять. Значит, сервис, который я рекомендую, называется MULVAT VPN, ну, и это такая, можно сказать, спонтанная реклама, поскольку они сами не рекламируются, они просто предоставляют сервис уже довольно давно, почти 10 лет. Вот. И я в данный момент на стриме тоже, кстати, сижу на их приложении, да, и использую их VPN. Значит, в чем плюсы конкретно данного сервиса и почему я считаю, что он достаточно надежный для того, чтобы просто серфить через него? Значит, во-первых, сама по себе юрисдикция, в которой он находится, а именно Швеция, поскольку в Швеции достаточно все хорошо с законодательством в отношении приватности. То есть, юридически, главная компания, она находится у них в Гетеборге. Значит, далее. У них есть свои приложения, но они одни из немногих, у кого эти приложения клиентские, они опенсорсные. То есть, при желании можно зайти и изучить то, что внутри этих приложений находится, что они не следят за вами, что они не собирают там больше на нас, чем надо. Хотя, мобильное приложение, оно в любом случае собирает довольно много данных об устройстве. Но, к счастью, пользоваться им совершенно не обязательно, поскольку есть приложение WireGuard, как на iPhone, так и на Android. Молват, они поддерживают WireGuard. Они, кстати, одни из немногих, кто WireGuard внедрили в числе первых. То есть, когда технология только начала выходить на рынок, они WireGuard уже использовали. Значит, компания, молват.VPN, она принадлежит двум кофаундерам. Да, это уже информация, которую я сам раскопал, просто изучив LinkedIn, изучив реестры публичные. Также они не были ни разу замечены в какой-то утечке данных, взломе, когда у них какой-то сервис оказался не зашифрован. У них, кстати, есть зеркало в Торе, на которое можно воспользоваться. То есть, если бы это у меня сейчас был не Firefox, например, а браузер Brave, то тогда можно было бы выйти на их версию в Торе. Ну, при условии, что у меня стоял бы Тор. Если бы у меня трафик сейчас шел через Hoenix, то я мог бы просто в Firefox переключить настройку с False на True, открывать Union ресурсы в браузере и тоже перейти на зеркало, которое в Торе. Значит, что еще хорошо в этом сервисе, что мне в нем нравится, то, что здесь нет как таковой регистрации. Здесь можно максимально анонимно себе создать и использовать учетную запись. То есть, если мы говорим про использование Молвада, так сказать, для каких-то даже лайтовых целей, но максимально анонимно, к примеру, если вы на их сервис заходите всегда через прокси и коннектитесь к ним всегда, например. То есть, вы вполне можете для каких-то лайтовых дел даже поставить Молвад в качестве VPN-сервиса, который будет работать на вашей виртуальной машине после Тора. И если вы через такую связку его активируете, то он послужит вам как минимум тем, что он будет маскировать факт использования Тора, чтобы вы капчу не разгадывали, к примеру, постоянно, и не ловили баны от сайтов, которые банят трафик, которые идут с выходных над Тора. Хотя он, конечно же, в данном случае не совсем подойдет для того, чтобы, скажем так, полностью маскироваться, поскольку так или иначе, даже когда вы, если вы анонимно зайдете на сайт, но вы будете пользоваться VPN-сервисом своего реального IP, вы реальный IP-шник запалите. Ну, если у вас, например, используется... Если у вас на какой-то машине используется... О, господи. Вы тоже сейчас слышали эти звуки? Я пытаюсь понять просто, откуда они взялись. Значит, если вы используете 4G-модем, и вы раздаете себе Wi-Fi с этого 4G-модема, или еще лучше, если модем не имеет Wi-Fi, он вставлен в отдельно купленный ноутбук, то даже просто связка того же самого Молвада, она может использоваться для того, чтобы вас скрыть, если вы не планируете, не знаю, там, ДДОСить, взламывать, а хотите просто максимально анонимно посерфить или какую-то информацию в интернете разместить. Значит, для создания учетной записи здесь вы просто генерируете учетную запись, вам выдается вот такой вот номер учетной записи, Я сейчас сразу его сохраню к себе на рабочий стол. И вот этот номер, это единственное, что используется для того, чтобы авторизовываться как на сайте, так и для того, чтобы авторизовываться в приложении Молватт непосредственно на любом устройстве. То есть ваши имейлы, все остальное он не собирает. Все это было бы бессмысленно абсолютно, если бы он при этом вынуждал вас платить каким-то способом, который вас идентифицирует. Но, как видите, здесь есть возможность заплатить биткоином и биткоин кэшем, что дополняет очень хорошо их вот такую вот отсутствующую регистрацию, и они даже скидку дают за это 10%. И для того, чтобы нам перейти к более интересным настройкам, я сейчас оплачу, собственно, биткоин кэшем, покажу, как это работает. То есть показывает нам QR-код, либо дает адрес кошелька и указывает вот эту сумму. Ну, в принципе, все, когда курс оплачивали, уже познакомились с капитовалютой, если еще не были знакомы. Я использую сейчас кошелек, который у меня на телефоне для того, чтобы оплатить. Если интересно, я использую Trust Wallet для всякой мелочевки. То есть целя там оплатить тот же самый VPN в демонстрационных целях. То есть вообще телефонные кошельки, их секьюрность, она в каком-то смысле под вопросом. Но если с небольшими суммами на них работать, они вполне себе неплохо справляются. Сейчас подождем, пока пройдет транзакция. И пока мы ее ждем. Но вообще она пройдет быстро, поскольку биткоин кэш чем хорош. Во-первых, в нем быстро ходят транзакции. Во-вторых, там очень дешевые транзакции в сети. Отвечая на вопрос, безусловно, у нас будет целый блок, который посвящен максимально анонимно защищенным финансовым транзакциям. Я расскажу, какие кошельки и как использовать, насколько они защищены. И как, используя различные связки между криптовалютными кошельками, обменниками, можно выводить кэш или заводить кэш в крипту. Ну, скажем так, разной степени чистоты или наоборот грязности. И, соответственно, то, насколько хорошо мы можем те или иные транзакции скрыть и спрятать. То есть первым делом у нас идет часть, которая относится к техническим настройкам. Потом уже, когда мы коснемся как раз Даркнета и всего остального, было бы довольно глупо, если бы я вам рассказал о том, где и как вы можете купить какие-то данные в плане пробивов всего остального и прочих интересных вещей. Доступы, сервера там анонимные. И при этом не дал бы информацию по криптовалюте, то есть как безопасно все это оплачивать. Вот и пока мы ждем транзакцию, покажу, как в Linux, а это нулевый Linux, я сейчас с другого устройства, и, соответственно, у меня здесь вообще нулевая виртуальная машина, как настроить WireGuard. Значит, для того, чтобы проверить, является ли WireGuard у вас модулем ядра, вы можете посмотреть версию ядра, которая используется. Значит, вот такой командой здесь используется версия 5.4. Значит, смотрим, с какой версией у нас WireGuard является частью ядра Linux. с версией 5.6, то есть в нашем случае WireGuard у нас в ядро не включен. Почему, собственно, я там писал, да, что мы будем использовать Debian 11, поскольку в 11 Debian и в актуальной версии, по-моему, даже 5.10 версия, то есть там WireGuard уже есть. Такой командой ставим нужные нам модули. Значит, есть два пакета. Есть пакет WireGuard и есть пакет WireGuard Tools. Нам нужно ставить на машину, с которой мы будем подключаться, именно пакет WireGuard Tools, поскольку он содержит инструменты для того, чтобы подключаться к WireGuard. Значит, почему мы будем использовать WireGuard, в том числе, да, для того, чтобы подключаться к VPN, если у MLVAD есть свое приложение, ну и, кстати, оно довольно-таки неплохое, это самое приложение, поскольку в чем еще хорош MLVAD, он дает нам возможность, помимо, собственно, обычного VPN, настраивать конфиги Double VPN и для большей нашей, скажем так, безопасности, да, в том, что эти цепочки VPN не скомпрометированы, да, ну понятно, что доверять им до конца мы всегда не можем, но тем не менее, они дают возможность настроить связку из любых серверов, которые мы только захотим. То есть у них есть порядка, наверное, 100 серверов, всего в разных странах, то есть просто у них есть в некоторых странах сервера в разных городах, и там в одном городе может быть несколько серверов. Мы можем выбрать, когда мы настраиваем себе конфиги, абсолютно любую конфигурацию, любой сервер в качестве входной точки и любой сервер в качестве выходной. и сделать это мы можем онлайн, когда у нас есть оплаченное время, почему я сейчас его, собственно, и оплачиваю. И дальше мы можем просто этот конфиг импортировать в приложение WireGuard. Приложение WireGuard есть десктопный Windows, я даже, ну, то есть оно настолько простое и одноклеточное в Windows, что даже нет смысла его там показывать, туда просто импортируется файл настроек, да, там подключается и все. А вот в Linux это может быть немножечко непонятно, поэтому на примере Linux я вам и покажу. Так, ну, пока что... Пока что не прошел у нас платеж, к сожалению. Сейчас посмотрим, как быстро мы его дождемся. Сейчас посмотрю в блокчейне. Потому что обычно блокчейн, ну, в Bitcoin Cash транзакции проходит быстро. Но может сегодня что-нибудь перегружено в связи с тем, что сегодня началась торговля на фьючерсах, на биткоине, на чикагской бирже. Ну, и исходя из этого у нас перегружено все. Так, ну, вот сюда у нас, по крайней мере, уже пускает. Посмотрим. Учетная запись, да, он пока что... Так, 19... А, все, все, видите, у нас оплата прошла уже. Он говорит, что мы оплачены до 19 ноября 2021 года. Да, все, значит, все нормально. И здесь, как видите, перевод на русский, он такой, фрагментарный. Значит, что нам нужно сделать для того, чтобы просто начать им пользоваться, можно просто скачать приложение. То есть мы можем скачать их приложение. Оно для Linux в виде депп-файла. Есть, кстати, подпись GPG. Позже в курсе тоже покажу, как, используя эту подпись, можно верифицировать софт, чтобы убедиться, что, во-первых, софт не подвергся модификации на самом сайте, или что вы не качаете его с подложного сайта, или что его не модифицировали на лету. Такое тоже бывает, как ни странно. Но никто, скорее всего, не будет запариваться, модифицировать на лету. Такое приложение обычно происходит с криптовалютными кошельками. Значит, для того, чтобы использовать WPN, мы заходим сюда, Manage Ports and WireGuard Keys, и заходим в WireGuard Configuration File. Здесь выбираем систему. В принципе, вы можете выбрать все, что угодно, потому что реальные отличия здесь есть только все остальное и Linux, поскольку в Linux можно сразу же в конфиг добавить kill switch, который будет реально работать. То есть скрипт, который будет блокировать абсолютно все соединения, если у вас вдруг упадет, отключится WPN. То есть у вас в таком случае интернет работает только через WPN, и никак. И он более или менее надежен. Почему мы при таких возможностях WPN клиентов все равно используем Hoonix? Да просто потому, что один этап защиты – это недостаточно. То есть если мы все яйца кладем в одну корзину, мы надеемся на то, что kill switch нас спасет, то если он вдруг откажет по какой-то причине, у нас нет страховочной системы, тогда все плохо для нас может закончиться. Если ставки высоки, значит, генерируем ключ. Вот этот приватный ключ, он используется для подключения одного устройства. Всего мы можем пять ключей таких иметь. То есть можно пять разных конфигов создать. То есть ограничения на количество устройств, насколько я помню, здесь нет. То есть если вы создадите приватный ключ, да, и на базе этого приватного ключа у вас будет конфиг, вы можете этот конфиг подключить, ну, хоть на десяти устройствах и пользоваться. Но конфигов разных у вас может быть пять. И также одно десктопное приложение, если вы поставите в Linux, в Windows или на телефоне, оно будет отжирать у вас тоже один приватный ключ. Но вы можете этим приложением пользоваться и без ключа, но тогда там не будет вам доступен WireGuard. То есть только OpenVPN будет доступен. Значит, когда мы сгенерировали ключ, мы выбираем Exit Locations, да, то есть точку выхода. Вот это будет сервер, который будет за нас непосредственно ходить в интернет. И мы можем выбрать, например, Данию, город только один, Копенгаген. И здесь есть сервера. Значит, если мы выберем All Servers, мы Double VPN настроить не можем, потому что нам нужно выбрать конкретный сервер. Возьмем, например, седьмой. И если мы хотим сделать Double VPN себе, мы идем вот сюда в Advanced Settings, ставим галочку Enable Multihop. Multihop – это, собственно, доступ к ресурсам в несколько прыжков. И выбираем Entry Server. Entry Server означает, что это сервер входа, то есть именно через него у нас трафик будет заходить. И мы можем взять, например, Германию. Здесь есть выбор городов. Возьмем Франкфурт, например. Там тоже седьмой, например, сервер. Здесь я, как правило, оставляю протокол IP версии 4, потому что просто не вижу смысла включать шестой. На четвертом все работает прекрасно. А вот для туннелирования используется, ну, туннелировать и трафик EIPv6 и EIPv4. Значит, можем сразу, да, поставить галочку Enable Kill Switch. И дальше у нас выбор. QR-код, он у нас используется для мобильного устройства. То есть если у вас FireGuard приложение на Android либо на iPhone, вы просто считываете этот QR-код, вам даже файл загружать не надо, у вас сразу приватный ключ добавится. Для использования в Linux используется вот такой вот файлик. Мы его качаем, и дальше нам нужно его поместить в путь, где лежат конфиги самого WireGuard. Значит, я сразу рекомендую, если вы будете настраивать так же, возьмите вот этот вот файлик и переименуйте его как-нибудь по-другому, потому что мы будем подключаться по имени файла. По конфигу, и можно, кстати, посмотреть, что в нем вообще лежит в этом файле. То есть фактически в нем лежит приватный ключ, который мы создали, адрес для подключения к серверу DNS. Они используют свой собственный DNS. Вот эта часть относится к келсвечу. То есть если мы бы создали конфиг без келсвеча, вот этой части не было бы. Это переопределение IP tables, то есть таблицы IP адресов, для того, чтобы заблокировать соединения, которые идут не через VPN. И IP адрес, насколько я помню, endpoint это входная точка, и мы можем сейчас это проверить. Если я прав, то вот этот вот сервер у нас должен быть в Германии. сейчас посмотрим. Нет, этот сервер у нас... А, вот, да, Франкфурт. Почему он его, интересно, определяет как Швеция? Это вопрос отдельный. Но, тем не менее, город, он говорит Франкфурт. Возможно, просто информация о том, что он относится к шведскому сервису уже есть в реестрах публичных. Не знаю. Значит, после того, как мы этот файлик создали, шведы оккупировали Германию, да, и мировое сообщество уже это признало. Может быть. Может быть. Интересно, как будет определяться, если что, крымский IP адрес и какими сервисами российскими и какими-то другими открытый вопрос остается. Или какой-нибудь, я не знаю, не знаю, есть ли тибетские IP адреса, будут ли они считаться китайскими или какие еще есть страны, у которых такой нерешенный территориальный вопрос. Если я правильно помню, а я думаю, что я помню правильно конфиг, у нас должны лежать вот по такому пути. да, он туда мне не дает перейти, поскольку для этого нужно быть, нужно иметь права суперпользователя. Значит, что мы делаем? Мы находим, где у нас лежит конфиг, мы его переименовываем и для простоты я его назову mulwatt. То есть, его можно назвать там wpn, там указать сервера, которые используются. дальше. Ну, или можем даже его просто туда отправить насовсем. Теперь он у нас должен жить по этому адресу. Да, вот он у нас есть, mulwatt.conf. Значит, теперь для подключения к этому конфигу мы используем вот такую команду. Так. и вот он у нас ругается, кстати говоря, на kill switch. Ругается на kill switch, не хочет он нас подключать, насколько я понимаю. посмотрим. с kill switch. Такая история, да, опять же, говоря об его надежности, то есть, в различных дистрибутивах Linux, где-то он может сработать, где-то он может не сработать. Мы можем просто скачать наш конфиг файл без kill switch. посмотрим сейчас ваше местоположение Швеция, да, ну это мой VPN, который работает на хост-машине. у нас скачался этот конфиг. Сейчас я удалю старый, можем, кстати, сравнить его. Давайте посмотрим. Да, здесь нет вот этой части переопределения таблиц, не используется resolve conf. Даже не будем, просто перемену его в molvat 2. Где у нас там второй терминал был? формат. Так, опять он на что-то у нас ругается. Ну и вот добро пожаловать в увлекательный мир Linux. У нас какие-то проблемы с сетевым соединением. Не хочет он запускать нас через WireGuard. Помнится, я эту проблему как-то решал. Да, да, да. Сейчас посмотрю, друзья. пока что о... 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 все равно не хочет. Все равно не хочет он работать. для тех специально, кто хочет под Linux запускать WP-NMLVAD, тогда я в мануал отдельно запишу, как эта проблема решается, поскольку у меня есть заметки, как я эту проблему решал, но я не очень понимаю, пока почему он... Да, реклама вообще, конечно, шикарная. так. Зовтком давайте сейчас посмотрим быстренько, может, все-таки мы найдем способ. Есть, кстати, такое у меня подозрение, что нам нужно пускать. Нет, дело не в правах, дело в чем-то еще. Дело в чем-то еще. Вот мой совет тоже, помимо того, чтобы гуглить, искать решение, обязательно нужно обязательно ввести заметки. вот я аналогичную проблему решал в Debian с Weirgarden, там как раз-таки проблема была. Линку, линку нужно. Да, под виндами там приложение простое, если что. вот я думаю, что сейчас у нас все и заработает, потому что у нас системной ссылки не было, точнее символьной ссылки. Сейчас посмотрим. О, а вот теперь, друзья, у нас должно было все заработать. Давайте посмотрим, потому что он, в отличие от OpenVPN, не вваливает в сеть логи. О, все, видите, местоположение у нас видится как Дания. И посмотрим, есть у нас трейсрут у нас, скорее всего, тоже, конечно же, не стоит. Да, не стоит у нас трейсрут. Сейчас мы его поставим, запустим, посмотрим, как у нас работает наш WPN, посмотрим, где мы заходим в сеть, фактически. Каким путем у нас трафик идет. Значит, поехали. Посмотрим. 10.6401. Скорее всего, какой-то локальный, но это не точно. Смотреть. Что это за IP-адрес? Команду я, кстати, сохраню, обязательно скину, которая нужна. Видимо, стандартная Ubuntu-вская боль. Это я ее пропустил, когда я... Так, нет. Нет. Да, кстати, кто если будет... Да, это локалочка, конечно же, у нас. следующее, которое нам нужна, точка. Вот она. О, почему-то через Румынию запрыгнули. Мы разве через нее должны были? По-моему, не через нее мы должны были запрыгивать. Что-то они мутят, да? Но, во всяком случае, если бы мы шли напрямую... Скорее всего, мы бы шли сразу же через здание. Посмотрим. Ой, ну смотрите, тут пошли уже какие-то вообще прыжки непонятные. Не знаю, насчет того, как они там маршрутизируют у себя этот свой дабл-впн, но как минимум прыжков здесь явно больше, чем должно быть при стандартном одиночном ввпне. В общем-то, интересная тема на предмет того, чтобы ее отдельно потом поисследовать и покопать. И, скорее всего, кстати, вот М247, я думаю, что это он виноват в наших бедах и невзгодах сейчас. Точнее, в том, как трафик пошел. Поскольку это глобальный европейский провайдер, у которого огромное количество серверов и дата-центров в разных европейских странах, именно они могут вызывать, ну, это уже из опыта говорю, анализы маршрутов сетевых и серверов, у них иногда сбиваются настройки вот эти. То есть, он говорит, город не определен, но страна определяется, как Великобритания, а дело в том, что М247, они в Великобритании базируются, насколько я знаю, и поэтому они могут такие вот фортили выкидывать, так же, как он может выдавать казусы, вроде Франкфурта и при этом страна Швеция. Сколько устройств? Ну, здесь может быть 5 приватных ключей, но по факту я подключал больше устройств, у меня было одновременно то ли 8, то ли 9 устройств подключено, вот, ну и можете считать как маленький бонус, да, я же все равно спалил вот этот вот ключ в учетной записи, на нем уже оплаченное время, так что если хотите пользуйтесь этим ВПНом, у меня естественно отдельный, который я не стал здесь палить, вот, ну вот вам ВПН на месяц уже как как бонус побочный, да, так я я же об этом тоже подумал сразу, я думал, 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 как показать так, чтобы никто им не воспользовался, да никак, поэтому пользуйтесь на здоровье, тем более, что у них особо ограничение по устройствам, ну, я по крайней мере не наткнулся у них, ну, я не знаю, может там 10 устройств, вот, как минимум это лучше, чем ловить ВПН где-то еще, вот, ну, кстати, так тоже такой маленький лайфхак на будущее, это то, что когда вы будете, допустим, вам нужно будет использовать мусорный ВПН в качестве эндпоинта, просто чтобы закрыть Тор, вы можете погуглить, я сейчас ищу просто, где у меня здесь последняя команда, ее надо добавить к заметкам, да, вы можете просто, ну, либо погуглить, либо в Телеграме поискать, есть каналы в Тележке, где сливают ворованные учетные записи NordVPN, поскольку их постоянно у кого-то тащат и можно их использовать для таких своих личных нужд, ну, и да, совет, обязательно, когда вы будете заниматься, я не знаю, там, настройкой своей безопасности, настройками Linux, того же самого VPN, чего-то еще, как только вы столкнетесь с какой-то проблемой, и у вас будут условно какие-то шаги, там, гуглежка, все остальное, обязательно введите заметки, я рекомендую использовать для этого либо Evernote, либо Notion, потому что на практике вам придется потом восстанавливать по шагам все эти вещи, да, и вот чтобы не гуглить по разным местам, рекомендую все это собирать в одном месте, то есть у меня вот две команды были, которые, возможно, нам тоже оказали влияние какое-то, да, на то, что мы запускали его, возможно, нет, но вот как минимум, я сейчас в чатик напишу, вот эта команда для запуска под Debian, и как минимум, вот эта команда под Ubuntu, возможно, вот эти две, которые там указаны с System.ktl, то есть включение системного сервиса Result, возможно, она тоже нужна под Ubuntu, поскольку мы пока что этого не знаем, в силу того, что я их в любом случае использовал, да, мы можем посмотреть, кстати говоря, я могу стопнуть этот сервис, и мы посмотрим, влияет она или нет, сейчас тормознул, так, как у нас он, ну да, да он, ну и что он у нас, лег, не лег, сейчас поглядим, должен был лечь, он у нас ругается вообще, у меня не выключился, какой упрямый, да, он хочет, чтобы мы ему показали конкретно вот наш конфиг, который мы хотим положить, все, теперь мы опять вернулись в Швецию, и сейчас посмотрим, снова этот вот сервис, стопнем, сработает ли у нас, по-моему, сработал, то есть, получается, что для, действительно, для Ubuntu Resolve нам не надо включать и ставить в автозагрузку, сейчас, если у нас заработает, то так оно и есть, но оно уже там что-то грузит, судя по тому, как долго грузит, там реально double VPN, по факту, у нас получается triple VPN, поскольку у меня еще и на хост машине VPN запущен, ну, что-то он прям загрустил, прям загрустил и завис, наглухо, кстати, может быть, да, да, ну, значит, для Ubuntu, как я и написал, да, для Ubuntu одна команда, для Debian, на три команды, уточню, для девятого Debian, я запускал с этими командами в Mint, которые на Debian собраны, LambdaE4, ну, и тоже так, если интересно, то назначение этих команд изначально было, сейчас, которая, команда, которая пишет Start, ну, это запустить сервис, а Enable команда, после System KTL, которая идет, это команда, которая ставит указанный сервис в автозагрузку, в автозагрузку и постоянно поддерживает этот сервис рабочим, то есть, аналогично, команда Disable используется для того, чтобы тормознуть, вот, ну, это такие маленькие подсказки в копилочку для тех, кто будет Linux изучать. Так, ну, и по приложению, давайте, наверное, сейчас я скачаю, у нас время еще есть, все-таки приложение, покажу вам одну интересную штуку там, которая может быть тоже вам полезна. сейчас я стопну, ну, чтобы он у нас сильно не тормозил загрузку, нам сейчас, в принципе, WPN не нужен. Возможно, сейчас ступанет, потому что я ему обрубил WPN, как раз, когда он начал качать заново и запустим. Да, споткнулся он на этом. Ну, приложение Moulvada, его можно использовать в целом, да, довольно безопасно с точки зрения того, что он open-source и много раз уже его там прошерстили и посмотрели, нет ли в нем каких-то гадостей. Вот, но если вы не планируете к разным серверам подключаться или вы просто хотите минимум всего ставить к себе на ваше устройство, то я рекомендую скачать приложение WireGuard на телефон и использовать именно его. Соответственно, те, кто номерок аккаунта переписали, могут зайти в настройки учетной записи точно так же. То есть, просто нажать мою учетную запись, ввести этот номер и там сгенерировать приватный ключ или там скачать конфиги уже готовые по другому приватному ключу, хотя насчет этого я не знаю как там качать конфиги. По-моему, там каждый раз нужно... А, нет, там можно, там можно создать новый конфиг, выбрать и выбрать приватный ключ. Ну, в общем, кто-то успеет по нему зайти, а кто-то, наверное, нет. Себе застолбить там приватный ключ. Ну, или удалить чей-нибудь чужой. Вот он спрашивает у нас номер аккаунта. Вводим, заходим. что хорошего и полезного у нас здесь есть. Автозагрузка, автозапуск. У них есть блокировщик рекламы и трекеров, который работает через их DNS. То есть он просто палит запросы, которые отправляются в основном рекламными сервисами и по DNS-ке их блокируют. Обмен данными в локальной сети удобная штука, если вы на телефоне постоянно с VPN-ом сидите и, например, вы хотите вывести трансляцию на телевизор по Wi-Fi, то VPN вам этого не даст, поскольку он вас полностью отсекает шифрованием. А если вы поставите эту галочку, то у вас ресурсы локальной сети будут видеться, то есть когда вы будете отправлять по ARP-таблице устройства, посмотреть, что IP-адрес находится в вашей локальной сети и он не будет его заворачивать в шифровании. Дальнейшее тут неинтересно. Что полезное может быть для вас здесь? Вот это, собственно, kill-switch. Не везде будет работать. Можете ради любопытства, кстати, поиграться, посмотреть со скоростью, как повлияет на нее OpenVPN или WireGuard протокол. По поводу скорости WireGuard могу сказать, что она проявляется, как правило, только когда вы используете WireGuard в системе, где он является модулем ядра. То есть там вы увидите прям прирост скорости. На других системах либо будет такая же скорость, либо в OpenVPN может даже быстрее оказаться. Транспортный протокол. И что здесь вот ради чего, собственно, я сейчас качал, показывал, на случай, если вдруг вы находитесь или окажетесь в стране, которое именно блокирует VPN, или если мы все окажемся в такой стране в какой-то момент, когда начнут VPN блокировать. Режим моста это он же Shadow Socks. Рекомендую, если вы хотите прям подробнее узнать, как эта штука работает, погуглить. Но если на пальцах вкратце, значит, есть такой протокол туннелирования трафика, который не всю систему шифрует, а шифрует только конкретное приложение по туннелю отправляет, Socks 5. Он тоже имеет надежное мощное шифрование, и вы могли где-то видеть рекламу, либо гайды, которые включают Socks 5 Proxy. И Socks 5 Proxy это надежная штука в плане шифрования. Shadow Socks это протокол, который позволяет в Socks 5 Proxy завернуть весь трафик, который через систему идет, в том числе завернуть туда и UDP трафик, что означает, что у вас будет нормально воспроизводиться стриминговое видео на нормальной скорости. И когда вы включаете режим моста, что самое интересное, то есть как они маскируют трафик от блокировщиков VPN, у вас весь трафик после этого, который пойдет, если включить режим моста и подключиться, он пойдет на порту 443. 443-й порт, это порт, на котором работает HTTPS и просто обычный SSL-трафик, который идет к сайтам. Когда вы пользуетесь интернетом и запрашиваете данные сайта, он тоже шифруется и идет на 443-м порту. То есть фактически весь ваш трафик маскируется под обычный браузерный трафик, как если бы вы просто очень долго сидели на одной веб-странице и обменивались с ней данными. Примерно такое же поведение происходит например когда вы смотрите видео через VPN. То есть вы сидите например на одной ютубовской странице или там на странице онлайн-кинотеатра и у вас там идут эти гигабайты трафика неопознанного для провайдера. Заблокировать Shadowsox не получается даже у китайцев их великим китайским фаерволом, потому что при блокировке трафика шифрованного на 443-м порту весь интернет превращается в тыкву. При этом естественно значительно упадет скорость при этом вам не дадут ну то есть режим моста он подразумевает что у вас будет вот это все автоматически оно не будет иначе работать но зато вы можете находясь где угодно с любыми блокировками там в странах с очень жесткой цензурой все равно пользоваться VPN вот здесь кстати видно открытый ключ который автоматически привязался если мы зайдем вот сюда то мы увидим что здесь еще один ключ появился и это приватный ключ у него есть открытый ключ то есть вот здесь хранятся приватные ключи которые являются парой вот к этому ключу и здесь же есть еще такая функция которая может быть вдруг зачем-то вам полезна это раздельное туннелирование вы можете выбрать приложение здесь если вы его выберете да то есть сейчас у меня Firefox запущен если у меня здесь был например другой браузер я могу закрыть Firefox значит что это даст штука я закрыл Firefox запускаем если я запускаю приложение вот отсюда и я включаю VPN здесь то конкретно это приложение оно не будет идти через VPN то есть вся система у меня сейчас пойдет через штаты но если я зайду сейчас посмотрю свой IP адрес в этом приложении которое запущено было через меню раздельное туннелирование он все равно покажет что я в Швеции да то есть это локация моей хост машины у меня другого браузера здесь нет чтобы показать но у нас сейчас активное подключение к штатам и если мы давайте просто сделаем трейсерут на гугла и посмотрим какая точка была последней у нас перед выходом непосредственно на гугл мы там увидим штаты вот кстати я не рекомендую если вам абсолютно точно это зачем-то не нужно использовать США в качестве выходной точки для вашего интернет-трафика поскольку в США по требованию властей по запросам от полиции суда и так далее любая компания которая что-то хостит на территории США она должна эти данные предоставить да вот мы видим что у нас выходная точка то есть сервер последний перед тем как у нас на гугл пошло это США то есть следующие прыжки они уже были к гуглу безбознадцать предоставл до